Друзья, как всегда, всем вам большой привет! Я вас всех рад видеть у себя на канале! Сегодня мы будем готовить грузинское блюдо. Оно называется аджахури. Это мясо, жареное с картошкой в сковородке. Ну, на сегодняшний день у меня это будет жаровница. Для приготовления нашего сегодняшнего блюда нам понравится картофель, мясо, свиную шейку я взял, бескостную, немножко с жирком, лук, томат, чеснок, острый чили перчик, также хмели-сунели, черный перец и соль добавим по вкусу. Картошку нарезаем, ну, как в Макдональдсе, картошка по-деревенски, достаточно крупными ломтиками. Так, картошку мы нарезали, возвращаем ее сюда в воду, чтобы из нее вышел весь крахмал. Потом мы воду эту сольем, как это мы делаем обычно при жарке картофеля. Знаете что, друзья, я пока сделаю следующим образом. Я поставлю разогреваться масло в сковороде. Растительного масла налью в нашу сковородку. У меня сегодня такая жаровница с высокими бортами. Она, мне кажется, идеально подойдет для приготовления этого блюда. Томаты я нарежу тоже достаточно крупно. Тоже вот такими вот дольками, как картофель по-деревенски. И с лучком поступаем точно так же. Теперь давайте разберемся с мясом. Берем нашу свиную шейку и режем ее достаточно такими крупными кусками. О, ассистент, спасибо. Я возьму, порежу еще один лучок, потому что я посчитал, что его будет маловато. Режем вот такие вот большие куски, как на шашлычок с у нас идет. Я слил воду с картошки. Теперь у нас разогрелось масло, и мы отправляем картошку жариться. Пока у нас жарится картошка, давайте чуть-чуть подмаринуем мясо. Я его посолю заранее и поперчу. Периодически помешиваем картофель. Я его доведу до того состояния, чтобы у него снаружи образовалась корочка, а внутри оно было еще немножко сырое. Для чего вы увидите в дальнейшем. Картошка у нас почти готова, давайте ее скорее снимать. Снимаю я ее сюда же, обратно в блюдо. Так, и в раскаленное масло, на том же масле, обжариваем мясо. Мясо жарим, помешивая, также для образования корочки. Так, пока у нас обжаривается мясо, давайте-ка у нас не порезанный чесночок. Порежем чеснок и немножко чили перчика. Мешаю и отправляю лук с помидорами. И помешаем уже с овощами. Свинину с овощами жарим до полуготовности, потому что мы потом добавим туда картофель, и они вместе уже будут дожариваться. Самое время добавить хмели-сунели. Солить пока не будем, мясо мы уже солили, картошку нет. Потом соль отрегулируем уже в конце. Овощи выделяют свой сок и дают определенный аромат. Он тут просто обалденный. После того, как я добавил хмели-сунели, это ни с чем не сравнить. Самое время добавить чеснок с чили перцем. Я его сразу не добавлял, потому что чеснок есть... У чеснока есть свойство подгорать и давать такой неприятный запах. Но сейчас самое оно. Мясо у нас почти готово. Соединяем с картофелем. Опа! А теперь посолим в конце еще и наше блюдо. Наше блюдо готово. Выключаем и снимаем с плиты. Посыпаем сверху кинзой. Свежей зеленью. Обязательно. Друзья, вот такое вот замечательное грузинское блюдо мы с вами сегодня приготовили. Если честно, я бы сел бы всей семьей вокруг этой сковородки и ел бы вилками прямо из нее. Но жена мне этого не позволит. Вообще его выкладывают в кецы. Это такая глиняная грузинская тарелка. Но у нас нет кецы, поэтому разложим в итоге по тарелкам. Но я хочу при вас его попробовать. Вот беру небольшие куски, хочу понять, насколько приготовилась картошка. Да, она готова. Супер. Ой, а с кинзой вообще аромат. Друзья, как всегда, всем приятного аппетита. Я был рад вас видеть у себя на канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам доброго. До новых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока!